Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Четверг, 21 июня и начинаем наш обзор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция нисходящая сохраняется, хоть вчера мы и не смогли обновить минимальное значение, которое было 19 июня, зафиксировано 15 июня, все равно общий вектор остается нисходящий. Ну и уход ниже уровня 1.1536 подтвердит дальнейший настрой снижения до 1.1455. В данном случае ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальные значения, которые были зафиксированы 19 июня по цене 1.1644. По паре британский фунт и американский доллар также тенденция нисходящая сохраняется. Сегодня с утра мы уже обновляем минимальные значения, которые были зафиксированы во вторник и в среду, что также подтверждает продолжение нисходящей тенденции с целью снижения до 1.3034. Ближайший разворотный уровень на текущий момент пока оставляем на максимальных значениях 19 июня, которые были зафиксированы по цене на 1.3273. В том случае, если сегодняшний день закроется не выше максимума 20 июня, то в этом случае уже ближайший разворотный уровень можно будет переместить на максимальные значения прошлой торговой сессии. По паре американский доллар, канадский доллар также тенденция восходящая сохраняется. Идем к области сопротивления. Это уровень 1.3360. Вблизи этого уровня у нас может начаться коррекция, а следующая цель роста это область 1.3468. По последней информации ближайший разворотный уровень пока остается на прежнем уровне 18 июня 1.3156. По паре американский доллар, японская иена. На текущий момент мы видим торговлю выше максимума, которые были зафиксированы вчера, что в рамках часового таймфрейма у нас приводит фазу восходящего движения. Также и сегодня мы обновили максимум, который был 19 июня зафиксирован. Ну и для того, чтобы подтвердить уже настрой в среднесрочной перспективе двигаться доллару на укрепление против японской иены, то нам необходимо увидеть уход выше уровня 110.93. Максимальное значение 15 июня и после этого уже откроется цель роста до 111.96. По паре австралийский доллар, американский доллар также тенденция нисходящая сохраняется. Цель снижения, во-первых, уход ниже уровня минимальной значения 19 июня, затем движение по направлению на 71.60. Ближайший разворотный уровень пока остается на максимальных значениях 18 июня, ну а после обновления минимумов мы сможем его скорректировать уже по ближайшему максимуму, который будет сформирован, ну и соответственно, который уже был сформирован 20 июня. Еврофунт продолжает свое движение восходящее, цели роста остаются прежние, это область 88.30. После преодоления максимальных значений 7 июня мы можем ожидать продолжения роста уже в область 89.16. Ближайший разворотный уровень остается пока на минимуме 19 июня, это отметка 87.52. Золото продолжает тенденцию нисходящую, сегодня мы уже дошли до уровня 1262 доллара за тройскую уницию, ну и целевой уровень мы отмечали на области 1257, туда сейчас золото и стремится. Ближайший разворотный уровень для часового таймфрейма мы отмечаем на максимуме, который был зафиксирован вчера по цене 1276. Нефть марки Brent вчера во второй половине торговой сессии смогла преодолеть минимальное значение, которое было зафиксировано 19 июня, мы увидели и обновление максимума и обновление минимума. Очень часто данная формация продолжает движение в сторону второго пробития, то есть наиболее вероятно на текущий момент, на мой взгляд, это продолжение нисходящей тенденции с целями снижения до 72.36. Ну и в целом нисходящая тенденция у нас пока здесь не меняется, в среднесрочной перспективе она также остается на снижении цели, это область 70.95. По индексу DAX на текущий момент тенденция нисходящая сохраняется, подошли к области поддержки на уровне 12597, минимальное значение, которое было 19 июня зафиксировано. В том случае, если индекс DAX сможет преодолеть максимум вчерашней торговой сессии, то с этих уровней можем ожидать возобновления роста. Ну а пока торгуемся ниже, тенденция к снижению сохраняется и следующая цель снижения это область 12444. Ну и биткоин. По биткоину вчера мы видели и торговлю ниже минимумов, которые были зафиксированы 19 июня, затем вернулись практически к ценам открытия, что на текущий момент не меняет пока основного направления с нисходящего на восходящий в среднесрочной перспективе, точнее в краткосрочной перспективе мы продолжаем рост, но пока мы торгуемся ниже уровня 6868, тенденция среднесрочная нисходящая сохраняется. Вот для того, чтобы ожидать рост биткоина до 7500, до 8000, нам необходимо увидеть уход выше уровня 6859, ну а первые предпосылки к этому уже у нас начали формироваться 18 июня. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, с вами был Усаков Роман, как всегда напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня и увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok